Укалейный дю мусьтвайна Всё Как идёт, Элина? Да! Друзья, привет! Сегодня со мной Дима У Димы есть своя группа Будем знакомы называется Он также ещё преподает на гитаре И сегодня мы хотим разобраться Так ли важна вообще техника В игре на инструменте Дим, вообще Ты когда приглашали к себе ученика Что вы первым делом делаете в плане техники? Всё, я доиграл Давай, поздоровай Я очень рад быть в твоей передаче Так, мы сегодня с тобой говорим про технику Что я делаю с учеником Когда мы начинаем заниматься Вот, но в первую очередь Конечно же я просто Рассказываю ему о себе Кто я такой Чтобы человек, ну так скажем Проникся определённым доверием Чтобы узнал мой бэкграунд Чем я занимался Почему я, так сказать Имею наглость его учить И играть на гитаре Вот, первое занятие у нас проходит Обычно достаточно так Лайтово Я стараюсь дать максимально Большое количество информации И уже в конце занятия Мы с учеником играем песню Вот, мне не будут рассказывать Своих секретов Но как бы Получается так, что мы Ну может быть Спасибо Но получается так, что В конце мы уже с ним вдвоём Играем песню Я под ней, под это вот То, что мы играем Я пою И как бы ученик такой Нифига себе 60 минут, а мы уже что-то играем Вот И потом в дальнейшем Каким образом строится наше обучение Конечно Техника Это прямо азы Основа У меня есть много учеников Которые приходят Там уже, знаешь, они такие матёрые Мужики лет 10 Которые играют Там ещё с юных студенческих лет И там вот они Не знаю С там берут Четырьмя пальцами Вместо трёх Зажимаю ещё там Соль, басу Вот, хотя это не С Это другой аккорд Немножечко И Ты сейчас про гитару будешь Да, про гитару Ну просто Кто шарит, тот поймёт Да У тебя есть такие? Да Обязательно Шарбище, да Вот Ну в общем такие, знаешь, типа Которых Такая дворовая школа Я понял, ага Вот И Очень большой Вот прям больно реально Им Опереучаться Потому что я говорю А у них там пальцы торчат У них там вот всё бегает Никакой позиции Вот И за счёт этого они не могут двигаться дальше То есть они хотят, но у них не получается Они вот на каком-то одном уровне стопорятся И дабы сдвинуться с мёртвой точки Нужно вот эту технику как бы им Подкорректировать Да Вот Поэтому Поэтому техника Это прям основа Я рассказываю, как у нас стоят руки У пальцев в правой левой руке есть определённые номинования Угу Вот ты, например, знаешь, как называются пальцы вот в правой руке? Четыре? Три Три вот этих пальца Знаешь, как они называются? Не, я не знаю Не знаешь? Ааа Ты чё, большой? Не, на самом деле они называются Пима Ага Вот это палец П Вот это палец И Вот это палец М И вот это палец А Ага Вот такое вот обозначение Слушай, я понял Соответственно, я говорю ученику Теперь мы играем не большим пальцем, а пальцем П Угу Вот, и он уже меня понимает Ага Вот, а в левой руке мы используем вот эти четыре пальца Ага И дабы не говорить там, зажми указателем, зажми средним Это первый, это второй, третий, это четвёртый Ага И всё То есть вот такие вот основные вещи Во-первых, мы как бы переходим на один общий язык с ним Ага Рассказываю, как у нас стоят руки Как они должны извлекать звук И постепенно мы наращиваем его навык Путём отрабатывания каких-то упражнений, мелодий, песен и всего остального Я понял Слушай, а вообще насколько важна техника Почему нельзя играть, знаешь, как тебе придётся Потому что вот, говоря о укулеле, это такой народный инструмент То есть лайтовый, о нём ничего не говорят То есть в консерваторах не учатся играть на укулеле И здесь как бы такое лайвовое Что ты можешь сказать вообще? Важно ли на этом инструменте использовать вот эту технику Вот эту вот, ставить всё правильно Или можно как ты хочешь А ты хочешь, чтобы укулеле учили в консерватории? Я не знаю Мне просто нравится играть на укулеле И так и я думаю многим Но вот если не будет техники, то никогда не будут учить на укулеле играть в консерватории А если будет, то будут Смотри, здесь момент такой, ну как бы индивидуальный Понимаешь, укулеле гораздо легче в плане освоения, чем гитара Потому что здесь, во-первых, мягкие нейлоновые струны Их четыре То есть здесь нет как такового барре То есть, ну, одна из таких болей у тех, кто учится на гитаре, это барре Когда тебе надо вот этим пальцем делать все шесть струн Вот Здесь как бы четыре струны И плюс у тебя еще вот эти пальцы используются То есть там максимум тебе барре надо на три струны взять Это не так сложно Вот Ты все правильно сказал, что это такой инструмент больше по фаму Поэтому, если тебе просто хочется там, не знаю, освоить пять-десять песен Выучить основные аккорды И просто бренчать как бы в компании Пожалуйста, ну, делай как тебе нравится Но Если ты возьмешь какие-то азы То есть банально там, не знаю, будешь правильно здесь зажимать Правильно здесь ставить руку То, например, какие-то более сложные вещи Какие-то переборы Или какие-то там, быстрые перестановки аккордов Вот Ты сможешь Во-первых, их освоишь быстрее Во-вторых, просто банально сможешь сделать Потому что, например, если тебе там будет высовываться вот так вот палец Возможно, тебе будет сложно быстро переставлять вот так вот руку Потому что она тебе будет мешать А если он тебе будет стоять вот так вот сзади Упершись как в гитаре Давай подсветим как надо Давай, давай Вот Большой палец Он должен смотреть вверх, не вылезать особо Не вот так, не вот так, не вот так Вот он стоит и смотрит вверх И находится напротив второго пальца Вот Если у тебя будет так, то тебе будет гораздо проще перемещаться по грифу Вот Вот ты, возможно, сможешь потом делать какие-то Там так называемые хроматизмы Гаммы можешь играть То есть, грубо говоря, техника это такая некая база, которую, если ты освоишь, тебе будет гораздо проще И ты будешь увереннее двигаться потом вперед Ага Ну, к чему мы подошли? Если хочешь играть для себя, тихонечко Не высовывайся Да Ну, знаешь, не в плане того, что не высовывайся, просто это хобби Хорошее хобби Хорошее занятие Ты приходишь, развлекаешься дома То не так важно изучать технику Если ты хочешь играть как-то серьезно, может быть, даже выступать То стоит задуматься о вот всей технике, всей постановке Изучать теорию также, я думаю, тоже важно Смотри, не совсем, наверное, правильный вывод, я бы хотел сказать Потому что ты говоришь выступать, выступать можно и без техники, на самом деле Если ты посмотришь на великих гитаристов, очень многих вообще своя техника Ну да То есть, в какой-то момент ты доходишь до такой стадии профессионализма, где ты уже свою технику придумываешь И как бы ей уже учат Там, надо вот так руку держать, а он вот так вот ее держит Но он настолько виртуозно играет вот этой рукой, что ты что ему скажешь? Типа, нет, играй нормально Он скажет, ты что, дурак? Кто тут такой вообще? Я там стадионы собираю Вот Я бы сказал так Я бы рекомендовал свою технику Вот правда Возьмите, не знаю, несколько уроков Прям, не знаю, четыре урока возьмите Где он просто вот объяснял Банально Там два урока на объяснение, два урока на отработку Все И потом занимайтесь, пожалуйста, сами В укулеле реально это не сложно То есть четырех уроков, я думаю, будет вполне достаточно Но, просто вы привыкнете делать правильно И потом эта привычка будет играть вам на руку в дальнейшем Вот я бы сказал так Там уже и выступать, и для себя, и как бы Ну проще просто, банально Опять же, если говорить об обучении, которое там есть на ютюбе Ну, многие учатся сейчас на ютюбе, да? Вот ты говоришь одно Я заведу свой канал, будет говорить другое Да Заведет канал другой чувак, будет говорить третий Да, да, точно И кого типа слушать? Ты такой посмотрел три видоса с трех раз на канал У тебя взорвалась башка, и все, я не буду играть Ну так часто бывает Я понял Поэтому, ну, как бы, наверное, совет такой Техника, она не так сложна в освоении Но если вы ее освоите, то будет гораздо более интересно Ага, я понял Слушай, ну а можешь прям вот парочку-троечку таких важных моментов основных Вот, которые бы ты указал Вот, что первым делом, как вот Мы поняли то, что сзади нужно держать палец Еще какие моменты? Касаемо техники Да, да Ну смотри, я сразу добавлю момент, что я в первую очередь Преподаватель по гитаре Вот, укулеле это немножко поменьше инструмент, чем гитара Вот, и я буду переносить сюда технику с гитары То есть, опять же, это как бы моя правда Которую я точно знаю, что работает на гитаре Возможно, на укулеле как-то можно и по-другому это сделать Но я уверен, что хуже от этой техники точно не будет Поэтому слушайте внимательно У нас есть две руки Первая рука, это правая, которая отвечает за извлечение звука И левая рука, которая отвечает за прижатие конкретных ладов Так скажем, создание этого звука То есть, здесь мы зажимаем, здесь извлекаем Вот, что касаемо правой руки Задача поставить руку на корпус, вот сюда, таким образом Чтобы она в таком полусогнутом состоянии Находилась в районе вот этого вот резонаторного отверстия Вот, и ваша рука не была завалена Там ни сюда, ни сюда, ни как-то вот так вот прижата Ни вот так вот опущена Вот, это должна быть вот такой небольшой вот изгибчик Который идет почти прямыми пальцами по основанию к струну Вот, и из этого положения очень удобно потом играть какие-то переборы Или там, не знаю, какие-то бои делать Вот, а что касаемо боев Я не рекомендую вот так вот размахивать рукой во все стороны Вот оставьте руку здесь, на корпусе И используйте вашу кисть Немножко используйте предплечье вот здесь вот И работайте пальцем обязательно То есть, палец это такой, как бы, некий механизм, который обеспечивает яркость звука Если он будет такой вялый просто вот так вот Вы будете болтать рукой, а палец как-то такой Я отдохну, посижу здесь Вот, будет невкусно Невкусно, я понимаю, да Вот, а если вы так бакните как-нибудь своему другу, который только постригся Вот так подошли Эй, Серега, дай тебя за пострижку То сразу, как бы, будет кайф, будет звук Вот Это что касаемо левой руки Что касаемо, ой, фу Что касаемо правой руки Что касаемо левой, мы уже сказали, да Что большой палец, основной момент Это вот он так вот прижат И второй момент, смотрите Между рукой и грифом Сюда, да? Между рукой и грифом должно быть небольшое расстояние То есть не делается лучше вот так вот На начальном этапе Вот, рукой и грифом расстояние И наши пальцы, вот у них есть подушечки Так Вот прижимать нужно подушечками Не вот таким образом, не ногтем как-то вот туда заваливать Вот, под 90 градусов вы прижимаете Вот И стараемся делать так, чтобы наши пальцы особо там не заваливались как-то вот сюда вот Ну, то есть примерно Есть аккорды, в которых можно их развернуть Типа Хотел сказать аккорд С А здесь по-другому зажимается, да? Не поднимайте Вот Бывает как бы исключение, но в целом Лучше не заваливать И большой палец должен находиться примерно напротив второго То есть не надо там как-то вот так вот держать Или вот так вот Напротив второго Вот Он создает опору для этих пальцев Ну, в принципе, это, наверное, основные моменты Вы просто потихонечку начинаете пробовать каждым пальцем А, и еще очень важный момент Следите за левым плечом Вот когда вы начинаете заниматься Многие начинают заниматься Вот мизинец Вот этот вот палец Вот этот малыш Коротыш Он начинает управлять всем вашим телом Вот серьезно У большинства людей Они начинают вот так вот мизинцем тянуться И они делают аж вот так вот 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 Я встал И ты сам уже там заваливаешь со мной Нет, не надо так делать Все достаточно просто Ваша рука, она вот так вот двигается Вот здесь вот по оси Вот Если вы хотите мизинцы, например, достать до верхней струны Просто продвиньте ее вперед И чуть-чуть подкрутите То есть у вас две оси Вот такая и вот такая Хоп Продвинули, подкрутили И как сидели, так и сидели Вот И касаемо в целом посадки Здесь Не сидите вот так сгорбившись как-то Пытаясь достать струны Сядьте ровненько У вас, наверное, не будет болеть спина Вот Вы будете чувствовать себя хорошо Отдохнувшая Бодро Вот И в плане укулеле Я бы прям, наверное, очень рекомендовал Ногу на ногу закинуть Чтобы она была немножко повыше Вот мне вот так вот прям очень удобно Вот ставить ее на правую ногу Вот Вот Таким вот образом Чтобы было три точки опор у вас Нога Грудь И рука вот здесь вот Таким образом, чтобы если вы левую отпускали Она вот никуда не девалась То есть вот Я ее фиксирую достаточно плотно Супер Вот и все И поехали Слушай, еще такой вопрос у меня Можно? Да, конечно Смотри, есть такая идея то, что Аккорды нужно зажимать как бы сверху То есть задавливать аккорды То есть не по очереди Вот так мы вставляем пальцы А прям одновременно ставить Да И это помогает В скорости, во-первых, переключения аккорда То есть я поставил их И сразу Оп сюда То есть не по одному И за это тоже Темп как бы Конечно, конечно, конечно Ну здесь У вас сразу, скорее всего Не получится поставить Вот прям Резко Сходом Но вообще Правила перестановки аккордов Следующие Три этапа есть Вот вы Как бы у вас стоит какой-то аккорд Они очень простые Но такие важные Вы Снимаете их Прицеливаетесь На следующий аккорд И Опускаете Вот Я могу дать парочку упражнений Таких Простых Первое упражнение называется Снять-поставить Вот Увидели аппликатуру аккорда Например, аккорд ДМ Я запомнил Так На укулеле Просто совершенно другая аппликатура Не как на гитаре У меня постоянно мозг плавится Ну вот ДМ Вы вот так вот взяли его Поставили Вот так вот пальчиком П Вот так вниз сыграли Или там указательным пальцем лучше даже сверху Вот так проверили Все у вас звучит Вот так вот взяли Сняли его Стараясь не потерять форму То есть видите У ваших пальцев есть как определенная форма Вот стараясь ее не потерять Вот так сняли И поставили обратно Хоп Обратно И вот так прям несколько десятков раз поделали Пальцы потихонечку запоминают эту форму Потом там несколько аккордов так освоили Берем следующее упражнение Называется парная перестановка Берем вот так вот Раз аккорд И например два аккорда И вот так вот по очереди Раз Сняли Прицелились Поставили Сняли Прицелились Поставили Сняли Прицелились Поставили И постепенно То есть старайтесь Да Старайтесь всеми пальцами сразу попадать Пускай там будет Поначалу Как-то там типа И доставили немножко Ничего страшного Со временем Нужна практика Вот Прямо переставляйте Есть такое правило Можете взять себе на заметку 10 из 10 Вот ваша задача 10 раз идеально Переставить с аккорда на аккорд Но сделать это нужно 10 раз подряд Если вы сделали 9 раз хорошо А на 10 раз залажали То начинаете все заново Пока не сделаете 10 раз идеально Вот когда сделаете 10 раз идеально У вас будет все прекрасно Вот Поэтому В плане перестановки аккордов Лучше делать это сразу Потому что Потом Со временем Просто Быстрее будет Получаться Ага Слушай, ну круто Круто Столько информации Я думаю Ребята оценят С вас Не сломали В общем Можете Можете приходить к Диме на уроке Он преподает У нас в Самаре Можете написать нам Мы передадим ваши контакты И так далее Или просто найти Диму Колонитский Это такой известный чувак у нас Приглашенная звезда Все Спасибо Пока Да Учитесь, друзья, играть на музыкальных инструментах Последний момент добавлю Увидел одно исследование Что если вы даже не видите себя музыкантом Например, классные ученые Не знаю там Мечтаете Изобрести лекарство Какое-нибудь там Или стать нефтяником Но Не занимаетесь музыкой Вы проиграете тому Кто занимается тем же и занимается музыкой Потому что когда вы занимаетесь музыкой У вас работают оба полушария И вы развиваетесь У вас прям реально мозг развивается Потому что соединить две руки Это нифига не просто Вот когда вы их соедините Тогда вы станете на голову выше умней И все ваши Вот эти знания Из вашей сферы Будут залетать гораздо глубже И вы станете гораздо умнее Все, мотивация заряженная Ребята, можно действовать Все, спасибо Давай, счастливо Удачи Остаемся вместе